Полина Эдуардовна поправила выбившуюся прядь мягких каштанового цвета волос и сняла с вешалки идеально выглаженный белоснежный халат. Сегодня был понедельник, но она после прошедших выходных не чувствовала себя ни отдохнувшей, ни выспавшейся. Женщина вздохнула. Боже мой, ну почему у меня все не так? Она подошла к большому овальному зеркалу, которое висело у нее в кабинете, и всмотрелась в свое отражение. Ей едва исполнилось сорок, и она выглядела очень хорошо. Но в больших карих глазах этой красивой женщины застыла давняя печаль, от которой она никак не могла избавиться. Резкий истук в дверь заставил Полину вздрогнуть. Она резко обернулась и увидела перед собой медсестру Светлану. Полина Эдуардовна, вас там спрашивает отец Вари Голубевой. Он очень переживает по поводу операции дочери. — Да, да, — ответила Полина. — Пусть войдет. Через минуту на пороге кабинета появился Валентин Сергеевич, известный в городе предприниматель. Он стремительно подошел к Полине и взял ее за руки. — Полиночка Эдуардовна, милая, вы ведь спасете мою доченьку? Она единственная моя радость, и я просто не переживу, если с ней что-нибудь случится. — Успокойтесь, Валентин Сергеевич, — стала говорить Полина. — Мы делаем все возможное. Вы правильно сделали, что привезли дочку именно к нам, ведь у нас работают самые лучшие врачи. Но если понадобится, мы пригласим еще и узких специалистов. — Пожалуйста, делайте все, что нужно. Я вам полностью доверяю. — А если понадобятся деньги, вы только скажите. Я найду, я продам бизнес. Все отдам, только верните мне мою девочку. — Я знаю, у вас нет детей, но вы же все равно можете меня понять. Полина постаралась найти для несчастного отца нужные слова, а когда он ушел, села в свое кресло и задумалась. Сам того не желая, Валентин Сергеевич разбередил старую душевную рану, которая не давала Полине покоя. Да, у нее не было детей. И случилось это потому, что она сама не уберегла однажды зародившуюся в ней жизнь. Это случилось давно, 10 лет назад. Но с тех пор Полина так и не смогла забеременеть. А как она хотела детей. Как больно ей было смотреть на малышей, веселящихся на детских площадках, и их счастливых мам, которые сами не понимали своего счастья. Так часто бывает у людей. Обычное человеческое счастье дается им легко и просто, и они воспринимают его как должное. А вот обделенные люди со всей остротой и болью чувствуют, как несправедливо обошлась с ними судьба. В дверь снова постучали, и Полина быстро провела рукой по лицу, словно желала прогнать вставшие перед ней воспоминания. Нужно было собраться и работать. В конце концов, только так она могла справиться со своей тоской. Рабочий день был в самом разгаре, когда в больнице появился муж Полины, Никита. Полине не раз говорили, что он похож на Дженсона Эклса, и многие женщины тайно вздыхали, глядя ему вслед. Никита, безусловно, знал о том, что очень нравится противоположному полу, но всем отвечал одинаково приветливой, но ничего не обещающей улыбкой. Вот и сейчас он окинул взглядом двух знакомых медсестер, повстречавшихся ему на пути, улыбнулся, приветствуя их, и больше ни разу не обернувшись, направился к кабинету своей жены. В это время из какой-то палаты вышла санитарка с ведром и шваброй в руках. Она проводила взглядом Никиту, подошла к медсестрам и вздохнула. «Боже мой, какой красавчик! Кто это такой?» «Эвелина», — сказала ей одна из подруг, — «посмотрела, а теперь забудь. Это муж нашей Полины, Никита. Ты, конечно, девица фигуристая и красивая, но этот мужчина явно не для тебя. К тому же ты кто? Санитарка. А он владелец мебельного цеха и женат на главном враче нашей клиники. В общем, как говорится, почувствуйте разницу». Эвелина только усмехнулась в ответ. «Ну и что с того, что я санитарка? Во-первых, это временно, и очень скоро я буду такой же медсестрой, как и вы. А во-вторых, Анечка, у меня есть то, чего нет у вашей Полины. Молодость». «Ага», — кивнула вторая медсестра. «А еще наглость и беспринципность». «Подумаешь», — отмахнулась от нее Эвелина. «Я, может быть, по-другому не умею. Мне подавайте все и сразу. Не люблю мелочиться. А ты, Светочка, со своими устаревшими понятиями так и проживешь в старых девах или выйдешь замуж за какого-нибудь алкоголика». «Какая ты злая, Эля», — ответила ей Светлана. «И завистливая. Так нельзя». «Не называй меня Элей», — рассердилась та в ответ. «Я Эвелина, понятно? Неужели так трудно запомнить? Я же просила. И вообще, не учите меня жить, и без вас разберусь». «Зря я все-таки помогла тебе сюда устроиться», — вздохнула Анна. «Ведешь себя как королева. С пациентами грубо разговариваешь. Я уже слышала, как на тебя жаловались. А ведь все знают, что это я упросила Полину Эдуардовну принять тебя в штат». Эвелина размашисто поклонилась Анне. «Низкий тебе поклон, благодетельница моя». Начала она, а когда выпрямилась, увидела перед собой изумленный взгляд Никиты. Он уже успел поговорить с Полиной и теперь направлялся к выходу, но остановился с любопытством, наблюдая за разыгравшейся сценой. Светлана и Анна, смутившись, поспешили занять свои места на сестринском посту, а вот Эвелина рассмеялась, глядя Никите прямо в глаза. «Простите», — сказала она. «Не думала, что у моего выступления будут еще зрители». «С вашими актерскими способностями и внешними данными», — ответил Никита, с удовольствием разглядывая эту удивительно красивую девушку. «Вам нужно на большую сцену». «Увы», — вздохнула Эвелина, — «меня ждет совсем другое призвание. Я буду помогать всем страждущим обретать здоровье и душевное равновесие». Теперь рассмеялся Никита. «А начать решили с самых низов, да?» «Такой уж у меня удел», — развела руками Эвелина. «Ну, всего доброго», — махнул ей Никита и поспешил к лестнице. Довольная собой девушка прошла мимо Светы и Ани, даже не взглянув на них. Она видела перед собой только синие глаза этого красавчика Никиты, и все ее существо трепетало от мысли, что они еще встретятся, и не раз. В самом деле, оказалось, что Никита время от времени приезжал к жене, то, чтобы пообедать вместе, то привозил документы или вещи, которые она забыла дома. Да мало ли еще какие дела были у семейной пары. И каждый раз, когда Эвелина видела его, она сходила с ума не только от любви, но и от ревности, которая черной змеей заползла в ее сердце. «Да ты с ума сошла!» — не удержалась однажды Светлана. «Как ты можешь такое думать?» «Никита не просто чужой мужчина. Он муж, понимаешь?» «Они с Полиной женаты уже много лет. А мне все равно», — заявила Эвелина. «Я привыкла добиваться того, чего хочу. И Никита обязательно будет моим. Ну что ж, попробуй!» — послышался позади нее голос Полины. Эвелина медленно обернулась и увидела ее перед собой. Она рассчитывала, что главврач сейчас просто взорвется от ярости и, может быть, тут же уволит ее. Светлана и Анна тоже подумали об этом. Но Полина была необычайно спокойна. «Хочешь, чтобы мы заключили пари?» — спросила она Эвелину, глядя ей прямо в глаза. Той пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не испугаться возможных последствий. Ей это удалось, и она гордо вскинула голову. «Я согласна на пари. Но что я получу, если выиграю?» «Я думала, что тебе достаточно будет Никиты в качестве главного приза. Но так и быть, скажи, что ты хочешь». Эвелина помолчала немного, потом сказала. «Пятьдесят тысяч». «Элька!» — одновременно воскликнули Светлана и Анна, ошеломленные всем происходящим. «Но что такого? Она сама меня об этом спросила», — пожала плечами Эвелина. Полина Эдуардовна улыбнулась. «В самом деле, девочки, это не самая большая сумма, которую я готова заплатить, лишь бы проверить своего мужа». «Кстати, Эвелина, знаешь, чего я не хочу, если ты проиграешь?» «Нет», — покачала головой та. «Видеть тебя. Не хочу видеть тебя здесь, в моей клинике или случайно на улице. Понимаешь, о чем я говорю?» «Если я выигрываю, ты больше никогда и нигде не попадешь мне на глаза». «Договорились», — кивнула Эвелина, но Полина Эдуардовна мягко улыбнулась ей. «Еще нет, дорогая моя. Я хочу поставить одно условие, а точнее дать тебе срок. У тебя будет всего три дня на то, чтобы обольстить Никиту. Успеешь?» «Да», — заявила Эвелина. «Так даже интереснее. Но вы не должны ничего рассказывать ему. Обещаете?» Полина Эдуардовна повела красивой бровью. «Разумеется. Отсчет пошел с сегодняшнего дня. Удачи тебе желать не буду, а вот результат посмотрю с большим интересом. Ну а теперь, пока ты тут еще работаешь, будь добра, вернись к своим прямым обязанностям. Я только что была в третьей палате, там необходимо срочно вымыть пол». Эвелина вспыхнула, приняв слова Полины Эдуардовны за унижение, но ничего не сказала ей, подумав о том, что отомстит этой выскочке, когда затащит ее мужа в свою постель. Она сделала все, чтобы узнать, где работает Никита, и, улучив свободную минуту, пришла к нему в контору якобы для того, чтобы заказать мебель по индивидуальным размерам. Никита принял ее в своем кабинете и сразу же приступил к делу, открыв перед ней каталоги. Эвелина была очень раздосадована тем, что он не узнал ее, но потом решила, что это даже к лучшему. Они довольно-таки долго обсуждали встроенный шкаф, о котором Эвелина давно мечтала, а также кровать с балдахином и золоченой резьбой. «Надо же, какой необычный заказ!» – удивился Никита. «Нет, шкаф меня, конечно, не удивляет. Такие мы делаем часто, ведь это очень практичное решение и для просторных помещений, и для маленьких комнат». Но вот резная кровать, да еще и с балдахином, Эвелина жеманно закатила глаза. «Боже мой, если бы вы только знали, как иногда хочется почувствовать себя принцессой. Мне вообще в этой жизни не очень везло, и потому я однажды решила, что обязательно возьму судьбу в свои руки и добьюсь необыкновенных высот». «Ну что ж, это похвальное решение», – сказал Никита. «Человек всегда должен стремиться к лучшему. Поэтому я прекрасно вас понимаю. Знаете, мне ваше лицо кажется очень знакомым. Мы нигде раньше не встречались». Эвелина закусила губу. «Вот именно сейчас признаваться, что она та самая санитарка из клиники его жены, было бы как минимум глупо, а потому она просто покачала головой». «Нет, не думаю. Я бы вас запомнила». Никита рассмеялся. «Звучит как комплимент. Вы меня даже смутили». «Ладно». Эвелина поднялась со стула. «Простите, я отняла у вас очень много времени. Скажите, я должна ставить какой-то аванс?» «Нет, что вы», – отрицательно покачал головой Никита. «Мы подготовим для вас эскиз, покажем вам, обсудим все детально, а тогда уже решим по оплате и всему остальному». «Ну, тогда я пойду, а то уже поздно». «Может быть, подвезти вас? Вы в каком районе живете?» Эвелина она звала, и он присвистнул. «Это же очень далеко». «Ничего, я вызову такси. Спасибо вам. До свидания». Никита проводил ее до двери, и она вышла из здания, но вызывать такси не стала и отправилась вдоль дороги пешком. Ее расчет был правильным. Никита должен был ехать домой вслед за ней, а значит, неминуемо остановился бы рядом. Вряд ли он смог бы допустить, чтобы она шла одна в наступающих сумерках. В самом деле, белая иномарка Никиты остановилась рядом с ней уже через 10 минут. «Ну что же вы, так и не дождались такси?» – спросил он, опуская окно с пассажирской стороны. «Да, вы представляете, какая досада!» – печально сказала Эвелина. «Оказывается, я забыла деньги дома. Это так неприятно. Тогда вам ничего не остается, кроме как согласиться на мои услуги», – улыбнулся Никита, и девушка, трепеща от радости, села рядом с ним на последнее сидение. Всю дорогу они болтали, как старые знакомые, и Эвелина ликовала в душе, понимая, что победа в споре с Полиной Эдуардовной на самом деле будет быстрой и легкой. «Подумаешь, три дня!» – ей хватило одного вечера, чтобы очаровать этого красавчика. Нисколько не сомневаясь в своих силах, она предложила Никите подняться к ней, чтобы выпить чашечку кофе. «В конце концов, я должна как-то отблагодарить вас за ваше внимание. Ничего не нужно!» – мило улыбнулся Никита, останавливаясь возле ее дома. «Я был очень рад помочь вам, Эвелина. И все-таки где-то я вас видел». Она подарила ему самую очаровательную улыбку, а потом наклонилась и легко поцеловала в щеку. «Всего доброго, Никита». Он не успел ничего сказать, а она уже выскользнула из машины и скрылась за дверью подъезда. И только тут позволила себе дать волю чувствам, сжав кулачки и прорычав тихое ругательство. «Болван несчастный, чурбан неотесанный. Отказался подняться ко мне, сам не знает, от чего отказывается. Ну да ничего, у меня есть еще время. Посмотрим, кто кого». А Никита вернулся домой, рассчитывая, что Полина уже там, но ее не было. Тогда он набрал ее номер. «Я думал, мы поужинаем вместе?» – сказал он. «Извини, но у меня не получится», – ответила ему Полина. «Варе, девушке, которая пострадала во время аварии на ночных гонках, стало хуже. Я не могу оставить ее, мне нужно принять срочное решение. Так что, пожалуйста, извини. Прости, у меня параллельный». Никита хотел сказать еще что-то, но Полина уже отключила вызов, и тогда он пожал плечами. «Ну ладно, давно я не виделся с ребятами, надеюсь, они, как всегда, в спортбаре». Он быстро переоделся и вышел из дома, а Полина ответила на входящий звонок от Виктора, одного из лучших хирургов страны. «Полина, мне передали, что ты звонила мне. Что случилось?» «Витя, мне срочно нужна твоя помощь». Она начала объяснять ему ситуацию, рассказала о том, что сделала, какие препараты назначила. Задала несколько вопросов и получила на них ответы, а потом попросила тихо. «Витя, приезжай, ты мне очень нужен. Боюсь, что без тебя я не справлюсь. Прости, я не хотела отрывать тебя от семьи, я все понимаю. И если ты откажешься, я тоже пойму». «Я вылечу ближайшим рейсом», — прервал ее Виктор. «Ты только не волнуйся, пожалуйста, все будет хорошо. Я это тебе обещаю». Закончив разговор, Полина прижала трубку к груди. Сердце почему-то билось, как бешеное, а в глазах женщины показались слезы. «Боже мой!» — снова спросила она тишину своего кабинета. «Но почему у меня все не так?» Уснула Полина на диване в своем кабинете и во сне видела новорожденного ребенка, который тянул к ней ручки и улыбался. А она плакала от радости и повторяла только одно. «Иди ко мне, малыш. Иди к своей мамочке. Господи, счастье мое! Как я тебя люблю!» А вот Эвелине в ту ночь снился Никита. Она обнимала его и громко смеялась над растерянной Полиной. «Я победила!» — кричала она ей. «Теперь Никита мой! Только мой!» Полина в ответ покачала головой, и Эвелина увидела, что обнимает не Никиту, а Валерку, своего бывшего, с которым рассталась всего два месяца назад. Раздосадованная его появлением, Эвелина оттолкнула Валерку и тут же проснулась, ударившись рукой о стену. «Ну ничего!» — сказала она себе, потирая ушибленное место. «Мы еще посмотрим, чья возьмет!» На работу она не пошла и весь день провела в салоне красоты. А вечером позвонила Никите, радуясь, что записала его телефон еще там, в офисе. Он в этот вечер снова был один и быстро ответил на звонок. «А, это вы, Эвелина!» — узнал он ее голос. «Что-то случилось?» «Нет». Она сразу перешла в наступление. «Просто вдруг захотелось позвонить вам. Сама не знаю почему. Простите, что не удержалась». «Да ничего, мне тоже приятно поговорить с вами», — ответил он. «Тогда, может быть, встретимся где-нибудь?» Решила пойти ва-банк Эвелина, рискнув сразу всем. Но Никита не почувствовал подвоха. «Давайте, все равно я свободен», — сказал он и тут же уточнил. «Куда заехать за вами?» «Я буду ждать вас дома», — ответила она. «Вы ведь помните, где я живу?» Вскоре они встретились. Никита отвез ее в небольшой ресторанчик, где они стали ужинать, болтая обо всем и ни о чем. Вдруг, когда им принесли очередное блюдо, Эвелина резко побледнела, а потом зажала рот рукой и выскочила из-за стола. Она едва успела добежать до туалетной комнаты, а потом долго приводила себя в порядок, мучительно соображая, что же это такое с ней было. Догадка потрясла ее до глубины души, и девушка простонала, не скрывая своих чувств. «О боже, нет, только не сейчас». Белая как мела, она вернулась к столику и встретила внимательный взгляд Никиты. «Эвелина, ты что, беременная?» — спросил он безо всяких обиняков, и ей вдруг захотелось провалиться под землю. «Нет, что ты!» — слабо запротестовала она. «А мне кажется, что это так. Во всяком случае, тебе нужно обратиться в больницу». Никита вдруг округлил глаза. «Больница? Ну, конечно, теперь я вспомнил. Ты та самая забавная санитарка, по которой плачет сцена». Из бледной Эвелина превратилась в пунцовую. «Я не хотела, чтобы ты меня узнал», — призналась она. «Просто ты мне очень понравился. Но я понимаю, что ты женат». «Уже три месяца нет», — обескуражил девушку Никита. «Мы в самом деле прожили с Полиной почти семь лет. Но все-таки поняли, что мы разные, и решили расстаться. Она вся погружена в свою медицину, а мне нравится путешествовать, учить языки, свободно общаться с людьми. Мы развелись, но она разрешила мне пожить у нее, пока я закончу в этом городе свои дела. В общем-то, так и получилось. Я продал свой бизнес, и завтра вечером улетаю в Испанию. Поживу там какое-то время, а что будет дальше, посмотрим». «А как же я?» — пролепетала Эвелина. «Если честно, ты мне нравилась, и у меня даже была мысль предложить тебе поехать вместе со мной. Но извини, из-за твоего положения я считаю теперь это глупой идеей». «Давай-ка я отвезу тебя домой. Надеюсь, ты все понимаешь». Дома Эвелина расплакалась, не сдерживая своих эмоций. А утром пришла в больницу и узнала сногсшибательную новость. Оказывается, Полина и прилетевший из Москвы хирург Виктор провели более чем успешную операцию пострадавшей девушке. «Но даже это не самое главное», — рассказывала Эвелине Светлана. «Они были в кабинете Полины, когда я случайно подслушала их разговор. Оказывается, 10 лет назад они были женаты и даже ждали ребенка. Но Виктор приревновал Полину и бросил ее. Она очень тяжело переживала все это, потому что на самом деле ему не изменяло. Но ребенка спасти не удалось, у нее на нервной почве произошел выкидыш. «Вот, а Виктор ей не поверил и уехал в Москву. Там работал, но так и не женился. А теперь приехал и снова признается ей в любви, представляешь? Но Полина-то замужем за Никитой». «Уже нет», — покачала головой Эвелина, равнодушно выслушав всю эту историю. «Они развелись три месяца назад и все это время просто оставались хорошими друзьями». «Так ты что, все-таки с ним?» — воскликнула Светлана. «Нет», — Эвелина горько расплакалась. «Не с ним». «Проиграла, значит?» Подошедшая к ним Полина пристально посмотрела на девушку. А потом кивнула на стоявшего рядом с ней мужчину. «Это Виктор, мой бывший муж. Через месяц мы поженимся во второй раз, потому что поняли, что не можем жить друг без друга. На него тоже будешь спорить?» Эвелина опустила голову. «Простите меня», — сказала она, а потом повернулась и ушла, сдержав свое обещание больше не показываться Полине на глаза. Прошел год. Воспользовавшись своим положением, Эвелина женила на себе Валерку, но счастлива не была с ним ни минуты. Она так и не смогла забыть Никиту, который, конечно же, совсем не вспоминал ее в своей Испании. А вот Полину она все-таки однажды увидела. Та гуляла в сквере под руку со своим Виктором, и по ее большому животу было видно, что она готовится к родам. Эвелина не сдержала завистливого вздоха. «Ну почему все вокруг счастливы, кроме нее? Неужели она заслужила такую жизнь? Она ведь умная и красивая. Почему же ей не везет?» Кто бы мог ответить «почему?»